что друзья всем привет продолжаем наш разговор сегодня поговорим про коллекционные часы поговорим про несколько очень интересных примеров часов какие можно найти до 2000 долларов потому что последнее мое видео особенно часы за миллион рублей за 10 тысяч долларов от некоторых получил комментарии и вопросы что виталий ну давайте что-то для народа давайте немножко спустимся с небес и что-то более доступное хотя я понимаю что если мы спускаемся на грешную землю то и 2000 долларов или 200 тысяч рублей за часы это очень много это большие деньги и большая большое количество людей в наших широтах в россии в ближайших странах они не могут потому что и не хотят позволить себе за 2000 долларов но я надеюсь что на этом канале собираются люди кто стремится и кто может и хочет позволить не только за 2 но и за 22 тысячи больше тысяч поэтому давайте сегодня чуть-чуть спустимся и посмотрим интересные модели за вот такую обозначенную сумму должен сразу сказать что чего здесь не будет мы будем искать какие-то но относительно редкие вещи насколько это возможно то что сейчас где-то модно стильно интересно но при этом это не кварцевые часы мы не будем смотреть на какой-то мусор на какие-то хайпы какие-то вещи которые сильно теряют цене и вряд ли восстановятся то есть но какие-то вы знаете про что я говорю это совершенно не интересные нам бренды и мы не будем сегодня рассматривать какой-то винтаж то есть потому что вещи если это там 60-70-х годов то там можно и до тысячи долларов найти массу вариантов но там вопросы уже в котлетах вопросы что состояние и обслуживание детали и так далее так далее у меня есть отдельное видео на эту тему почему я не то что не рекомендую но задают так вопрос что будьте предельно аккуратные с покупкой винтажных часов потому что можно получить просто невероятного кота в мешке а можно выловить золотую рыбку но чаще что-то другое выловить из пруда поэтому будьте аккуратны вот поэтому не кварц не мусор и не винтаж сегодня попытаемся что-то более новое современное вот поймать за 2000 и я вам сегодня расскажу про свой личный топ 7 интересных часов от 800 долларов до 2000 долларов вот такой диапазон сегодня у нас и при этом знаете это не то что топ вот на все времена или лучшие часы действительно ближайшие годы нет это то что вот было мне настроение сегодня такое это что я искал вот то что мне попадалось за последние недели это что я вот хотел бы вам рассказать чем поделиться какие модели мне кажется заслуживает нашего внимания а вы в комментариях под этим видео можете дописать написать свои какие-то модели одну-две если поделитесь нашим сообществом тех часов которые вы рассматриваете с приставкой коллекционные то есть какие-то чуть более редкие или может быть не такие доступные на российском рынке или на вашем рынке где вы находитесь и давайте вот обсудим сегодня в таком ключе да потому что я напоминаю все-таки наше видео называется коллекционные часы до 2000 долларов а не просто те часы которые мне нравятся до 2000 но вот я постарался поискать такие модели насколько это получилось или нет но мы можем обсудить в комментариях скажу честно что эта категория не такая простая до 2000 потому что там много посредственных моделей много совсем проходных скучных каких-то или супер попсовых но которые не имеют какой-то сильно ценности сильно теряют цене ну давайте начнем с простого наверное с того что у многих будет на поверхности это спорный момент но я решил все-таки включить модели которые относятся к сейка альпинист проспекс потому что в целом у сейка мне нравится несколько моделей и как мне кажется альпинист достаточно коллекционные вещи потому что с одной стороны там много лимиток для разных рынков с другой стороны ну действительно уважают этот бренд многие любят его если вы особенно там в россии в наших ближайших странах у вас появится к это редкая лимитка то среди но определенного числа людей это эти часы будут цениться и вы покажете вот у меня такие-то часы все скажут ну это коллекционная вещь интересная для вот на определенном уровне поэтому здесь я думаю что двух мнений в принципе быть не может и я выделил относительно свежую модель я думаю что многие из вас не уже сталкивались это rock face так называемый лимитка по моему 22 года с таким вот серым циферблатом как камень и с синими метками мне понравился здесь контраст мне понравилось что очень в таком необычном каком-то стиле издалека напоминает какие-то титановые часы и с каким-то каменным действительно циферблатом это лимитка 3000 экземпляров только для европейского рынка и понятно что сейка славится вот такими прикольчиками и с одной стороны кажется что ну какая лимитка 3000 экземпляров разве это лимит но так как цена в принципе небольшая ритейл у нас меньше 1000 долларов то понятно что такие вещи они все равно будут раскупаться и может быть и условно лимитные но интересная модель что здесь можно сказать из интересного ну все вы знаете что сейка альпинист там 1995 года модель первая была зеленая насколько я помню и вот потом они начали шлепать разные разные здесь экземпляры здесь мне нравится что современный механизм аж 70 часов запас хода 39 5 диаметр то есть очень комфортный средний размер около 40 миллиметров сейчас это и популярная и в принципе удобно для большинства запястья 200 метров водозащиты сапфир стекло ремешок вот с одной стороны он тканевый такой как мешок нас другой кожаная подкладка достаточно тоже это неплохо сделано внутренне вот этот безель который вращается вот головкой скажем тогда в целом я вот сколько мерил в свое время альпинисты в одно время даже хотел купить альпинистов в себе в прошлую скажем так коллекцию и ну только потом тот момент что я как-то перескочил и начал покупать часы более высокого класса как-то удержал меня от покупки какого-то альпиниста но в целом мне очень нравится эта модель несмотря на то что внимательный зритель помнит и знает насколько я терпеть не могу вот эти ролик соподобные увеличительные стекла до которые здесь у нас находится или так называемый циклоп то есть я это вообще терпеть не могу но при этом вот странная история но у сейка альпиниста как-то она мне меньше раздражает и не знаю почему но даже здесь как-то спокойнее ты на них я смотрю на этот циклоп не знаю в чем причина но вот так смотришь вообще за счетные часы интересные циферблат сейка и гранд сейка естественно славятся своими вот такими необычными циферблатами и мне нравится и стрелочка вот это здесь в таком действительно винтажном стиле и вообще здесь все гармонично очень хорошая история что касается ценообразования здесь как я уже сказал ритейл около 1000 долларов и на вторичном рынке встречается предложение вот 850 870 790 какие-то варианты я встречал но где-то вот средняя цена 850 то есть неплохо держит цену да как бы не в ритейл продаются ну дисконтом 15 процентов но для сейка это вполне нормально и в целом хорошая цена поэтому начали с сейка и я думаю что достаточно очевидно что сейка стоит какие-то лимитки поискать и для коллекции вот где часы скажем так до 2000 долларов это будет хороший вариант медь подобные часы двигаемся дальше дальше более необычный зверь это часы балтик и несмотря на название это французские часы с часто с китайским механизмом да вот такой а при этом балтик я когда увидел название думал неужели что-то латыши там придумали и что-то у них свое но потом начал разбираться оказывается нет что касается балтика в чем здесь секрет они делают очень много интересных часов у них самые вот такие хиты это маленькие действительно часы 36 миллиметров метки бриге накладные и малая секунда вот на семь восемь часов большая такая малая секунда и такой циферблат ну вот матовые да такой как замороженный на самом деле вот сколько я смотрел обзоров очень действительно интересные часы и смотрятся они классно особенно если у вас небольшое запястье вы хотите что такое винтажная в стиле паток филипп винтажных вот балтик это одно из лучших предложений ритейл у них 545 евро если на браслете 605 евро то есть 60 евро за браслет в принципе дополнение неплохо и с разные здесь циферблаты от темно-синего до сальмона лосося столь модного сейчас и черный и там серебристый давайте выделил здесь темно-синий здесь вы знаете вот такие параметры то есть сталь 36 миллиметров но ушки достаточно такие длинные я думаю что легко будет носиться как там 37 38 от ушка до ушка 44 мне нравится что высота корпуса всего 8 миллиметров если без стекла что здесь еще интересного это механизм у которого запас хода 42 часа и здесь механизм на микро роторе китайский механизм с невыговариваемым для меня названием и вот таким вот образом выглядит механизм самое что интересное здесь на механизме написано что это хронометр и в пяти позициях отрегулирован достаточно большой такой микро ротор но он больше он такой не знаю ближе к трех четвертному наверное но идет все таки здесь ближе ну ближе к микро и китайский абсолютно механизм но отделка и вот дизайн как он сделал очень очень здорово и вот под сенение сделаны винты смотришь на эту историю и кажется очень даже неплохо да китайский механизм я вот смотрел ряд обзоров и вы знаете в основном люди как-то и не жалуются говорят что неплохо механизм уходит и действительно есть сертификат хронометра и вроде все неплохо а это значит что французы на китайских механизмах сделали доступным микро ротор потому что микро ротор усложнения в основном редко где можно найти в часах дешевле там пяти шести тысяч долларов а здесь часы появились достаточно модные и в таком прям винтажном стиле по цене извините там 800 долларов плюс минус и ритейл от 545 евро от молодого французского бренда который в 2017 году основан и вот эта линейка как раз мр-01 2021 года всего и вот часто часто в коллекциях в сетах даже очень серьезных коллекционеров там часовых журналистов энтузиастов смотришь что периодически балтик этот проскакивает это удивляет но я вижу что действительно сейчас это модная компания и несмотря вот на свою цену качество прекрасно то есть вот я уже много раз говорил что я как-то заказывал за 500 баксов часы зелос с ebay тогда еще была возможность это делать без без ограничений и у меня были часы зелос гранита сингапурского бренда на миюте и вы знаете тоже часы оставляли абсолютно приятное впечатление и у того же зелоса много ли лимиток много интересных таких моделей которые очень ограничено доступны на российском рынке сейчас и вообще мало предложений там россии в снг и это тоже своего рода коллекционная вещь несмотря на то что он на миете несмотря на то что сингапурский микро бренд но у микро брендов таких как зелос или балтик я считаю прекрасно будущее и то что они дают сколько не часов дают за 500 долларов за 800 долларов это много часов и это клево то есть если бы мне сейчас предложили балтик за вы те же там 600 700 долларов я думаю что я бы взял погонять с удовольствием и кто его знает да может быть они бы у меня надолго остались мои коллекции приятные часы в основном вот то что я видел в комментариях говорят что вот на 99 процентов они попадают еще раз винтажные паток филипп именно поэтому они заходят плюс вот эти метки бреге накладные да то есть хорошего качества действительно там я макросмотрел кладные метки бреге и малая секунда то что мне так нравится все здесь неплохо и вот такой рисовые за 60 евро рисовый браслет микро ротор блин ты на это смотришь и кажется что это вообще неплохая тема единственное что здесь нюанс и то ли экономия то ли то ли якобы вот что винтаж винтаж это здесь хизолитовое стекло то есть плекси глаз по сути то есть нет здесь сапфира здесь плекси глаз и вот это для кого-то может быть минус хотя говорят что там неплохого качества и в принципе можно и в домашних условиях его немножко там отполировать специальной тряпочкой да что если какие-то мелкие царапины ну и если за такие деньги со временем можно какой-то сторонний если это надо там поставить сапфир не всегда это проблема и при наличии рукастого мастера какого-то да своего в принципе это не проблема но в целом вот я смотрю на часы и на ремешке и на браслете прекрасная история прекрасное дополнение коллекции особенно если они вам достаются за 800 долларов и дешевле то есть но там в ритейл то мне кажется это неплохо два года гарантия насколько я помню у них и вот этот микро ротор самый доступный микро ротор на рынке я думаю что когда мы на этом канале затронем тему микро роторов а я в принципе но это одна из таких тем которые готовлю в ближайшие месяцы балтик там безусловно будет открывать тот рейтинг микро роторов потому что дешевле микро ротора ну просто нет насколько я знаю и при том что он еще там не разваливается в руках нормальный до китайский механизм но в целом неплохого качества есть разные варианты на вторичном рынке самый популярный насколько я понимаю это именно сальмон то есть лосось и потом уже идет вот синий этот лососевый циферблат ведь его здесь такая структура да то есть обычно вот с такой структурой если хороших хорошие часы качественный сделан циферблат но там совершенно другие вообще деньги здесь смотрите вообще 22 года 500 там 50 долларов плюс доставка туда-сюда но с документами с коробкой смотри какой сатин то есть здесь достаточно не какой-то заполированный там корпус 10 сатин большая заводная головка нормальная тема мне кажется да то есть достаточно вот кто-нибудь кто меня спрашивал про лососевый циферблат тоже одно из самых таких приобретений модный лососевый циферблат за такие деньги понятно что за 550 долларов до нас они наверное не доедут в россию но там поискать и найти с доставкой туда-сюда там 700 баксов в принципе возможно и мне кажется что это очень интересно для многих это может быть куда интереснее чем сейка и здесь больше вот что за что можно зацепиться чего необычного и что бывает в часах обычно от 5000 долларов наверх поэтому достаточно рекомендация моя рассмотрите и я может быть интересным дополнением коллекции до 2000 долларов двигаемся дальше и дальше еще один микро бренд который часто всплывает сейчас у многих это фурлан мари или фурлан мари кто как читает вот такой секторный циферблат тоже метки бриге и вот эти ушки мне здесь очень нравится они напоминают с одной стороны корн деваш от ваш рон константан с другой стороны мне напоминает вот улиц нордан который у меня есть с такими же ушками вы знаете смотрится круто то есть смотрится круто такие ушки смотрится круто такой секторный циферблат кстати про секторные циферблаты я тоже готовлю видео может быть уже в ближайшее время и фурлан мари наверняка там появится тоже какой-то вариант потому что классная цена-качество около полутора тысяч долларов модный нынче бренд швейцарский теперь уже он на сто процентов до этого они там делали на стороне часы и они сейчас крайне быстро набирают популярность здесь на автоподзаводе сейчас мы поговорим про этот механизм и здесь насколько я помню тридцать девять и пять диаметр очень хорошие часы лажу пире здесь сто первые 68 часов запас хода они здесь тридцать семь и пять диаметр 50 метров водозащиты я считаю что одно из таких интересных приобретений я заметил одну тему что на вторичном рынке некоторые особенно в наших широтах пытаются вот на подобных вещах коллекционных сделать пару иксов и заработать денег предлагают кому-то там за три пятьсот за пять тысяч долларов но за пять тысяч долларов и за три пятьсот конечно эти часы не надо покупать сто процентов но если допустим допустим за полторы тысячи там тысяча семьсот я думаю что это может быть достаточно неплохим приобретением если мы посмотрим ритейл ритейл у них тысяча двести пятьдесят франков то есть франк у нас где-то один и один там около того пускай полторы тысячи долларов это вот нормальная тема нормальная цена за эти часы если полторы ну плюс там доставка еще что-то какая-то премия там может быть таможня тысяча семьсот ну семьсот пятьдесят это могут быть интересные часы то есть мы говорим про рамки две тысячи долларов под винтаж еще раз здесь секторный циферблат да вот здесь более подробно у нас 37 5 сталь 316 от ушка до ушка 46 еще раз 60 часов 68 часов запас хода пире известнейший механизм надежный целом и хорошая здесь отделка 50 метров водозащиты мне кажется вот напишите как вам эти часы и как вам кстати они чуть вот есть что-то мне кажется общего как-то в одно время всплыли вот эти плюс минус там год фурлан-мари и балтик как-то вот вместе они появились балтик все-таки я думаю пониже качеством им пока сейчас да и и хотя опять же за свои деньги то есть там если 800 долларов плюс минус это очень хорошо а фурлан-мари это вот где-то уже полторы тысячи и чуть другие люди на них обращают внимание хотя я смотрю иногда что и одни и те же люди берут себя в коллекцию и первые и вторые для меня фурлан-мари или фурлан-мари появились как-то на горизонте вы знаете когда двадцать первом году к нам в петербург в том числе приехал gpsg двадцать первого года как раз у меня в конце вот есть здесь заставка да когда я в конце показываю с этом контакты и так далее и вот здесь как раз я на стенде в музее фаберже была выставка женевского часового искусства 2021 года вот и соответственно вот там я первый раз увидел фурлан-мари вот эти часы они были кварцевые вот в таком стиле как раз хронографа паток филипп то есть это такая конкретная отсылка как винтажный паток филипп или уже дебуи 90-х годов очень похожие часы но у них здесь фишка такая что они получили награду за то что они сделали интересные часы с классным качественным в принципе дизайном и вот как все сделано корпусом за хронограф меньше чем 500 франков швейцарских да это кварц но при этом достаточно качественная машинка и у них вот такой дизайн очень многими любимые и они получили вот приз там ну словно там открытие года там и вот ну часы недорогие часы какие-то интересные поэтому вот вот такая история поэтому обратите внимание я думаю что я думаю что это очень интересная находка и вам стоит обратить внимание на эти часы особенно если это по цене около ритейла то есть полторы тысячи потому что в принципе на них есть спрос и они раскупаются но спекулям каким-то которые вам 2-3 конца предлагают их купить не не поддавайтесь все таки это и пока не тот уровень может быть со временем какие-то лимитки будут там вырастать в полтора-два раза я не знаю но пока что они что уже хорошо для микро бренда держат цену на вторичном рынке и торгуются в свой плюс-минус ритейл и это уже неплохо дальше более наверное банальная вещь но про которую я бы хотел сказать в этом обзоре это ланджин херитич классик секторный тоже циферблат кстати второй уже сегодня и в светлом цвете мне очень нравятся эти часы малая секунда здесь вороненные стрелки вот этот секторный циферблат про который я уже сказал все очень аккуратно сдержанно так сделано и в лучших традициях вот таких хронометров 30-х годов да вот здесь ланджин очень хорош и они используют свое наследие используют те дизайны которые у них были в музее и вот этот ланджин один из лучших ну насколько это редкая вещь ну конечно здесь можно поспорить на вторичном рынке много предложений и с черным циферблатом и с светлым но есть лимитка во первых ходинки которая периодически кстати всплывает на вторичном рынке это более редкая вещица можете тоже поискать она чуть-чуть там отличается от этой немножко ну во первых надписью во вторых чуть-чуть циферблат там другой будет более редкая интересная вещица но я здесь даже больше знаете говорю про то что с одной стороны мне очень нравятся эти часы с другой стороны что именно на вторичном рынке и вообще сейчас в России крайне редко эти часы всплывают если они всплывают они достаточно быстро покупаются и исчезают поэтому если мы говорим про рынок именно России сейчас то таких часов вы ну редко когда увидите на стоках их нет и если вы получите такие часы то это будет достаточно интересная коллекционная вещь и у многих есть ну относительно в кавычках у многих есть ланджин но вот такого ланджина вы не так часто увидите и это будет интересно здесь у нас 38,5 30 метров водозащита здесь у нас сапфир все в порядке и современный механизм с автоподзаводом от ETA которая делает эксклюзив для ланджин в данном случае поэтому обратите внимание все референсы и ценовые категории все это будет в описании под этим видео переходите смотрите что касается ритейла на данный ланджин здесь у нас 2425 долларов и царская точность вот на вторичке где-то от 1700 до 1850 не такая редкая птица но вот в наших краях сейчас достаточно редкая и в целом очень ну очень удачная модель и одна из самых удачных я считаю за последние 2-3-4 года вообще от ланджин дальше дальше у нас микро бренд Луи Эрар и многим он наверное сейчас становится знаком потому что некоторые блогеры российские не то что пиарят но достаточно часто говорят про Луи Эрар и про Эммануэля Эмша генерального директора Луи Эрар который в свое время работал и Жеки Дро до недавнего времени и до этого работал с Румейн Джером и везде в принципе у него было достаточно успешно он возрождал эти бренды что-то с ними делал какие-то коллаборации какие-то лимитки и Эммануэль очень часто именно бомбит за счет лимиток то есть коллаборации с кем-то или каких-то лимитированных изданий и вот с Луи Эраром он начал делать то же самое и восьмерку притащил примерно от Жеки Дро и постоянные коллаборации с кем-то у Луи Эрар поэтому я считаю что вот этот бренд у которого многие часы ну в основном до 2-3 тысяч долларов около того да начал делать очень правильные шаги потому что раньше Луи Эрар это была вот серость начального начальной Швейцарии вот один из миллиона безликих однотипных часов на базовых механизмах сейчас в принципе в плане базового механизма ничего не изменилось здесь также селита но тот соус который здесь добавили штука у меня решила перезагрузиться те циферблаты яркие интересные там в том числе с использованием камней разных цветов те различные коллаборации вот подача сама да маркетинг стал совершенно другим и часы заиграли совершенно другими красками несмотря на то что они там населите но свежий дизайн и как-то вот выше стало качество циферблатов в принципе исполнения и все время это лимитки какие-то там 100 экземпляров там 30 экземпляров или там 80 точнее экземпляров и как-то оно вроде смотрится уже совершенно по-другому здесь ритейл вот такой забавный четыре двойки в франках соответственно ну примерно 2400-2500 долларов их часто сразу разбирают и уже в принципе ну часто только там на вторичке всплывают где-то да а на сайте часто уже sold out то есть уже все продано что касается механизма здесь банальная селита SW261 38 часов запас хода но ребят так как здесь автоподзавод и нет ни даты ничего только малая секунда мне кажется более чем достаточно если вот яркие часы такие день через день вы надеваете автоподзавод малая секунда ну что надо здесь ни дату выставлять ни какие-то там параметры день недели там еще что-то нормальная тема лососевый модный сейчас циферблат соответственно их там море разных вариантов можно и с авантюрином поискать какой-нибудь зеленый еще чего-нибудь то есть здесь постарались конечно как могли лимитка 100 экземпляров три года гарантия на часы есть кстати у них два размера кейсов это 42 миллиметра и 39 миллиметров то есть достаточно много вот таких универсальных вещей мне нравятся эти часы и их подача вот то куда сейчас движется компания они недавно сделали лимитку с константином чайкиным вы знаете и с самыми топовыми часовщиками они делают лимитки мне кажется что вообще очень неплохо да но если бы я и брал луи эрар на рынке на вторичном то я бы брал конечно именно из современных потому что есть масса предложений именно вот старых луи эраров которые там теряют сильно в цене и не знаю их там можно за 300-500 долларов купить они как бы особо не котируются то есть все знают что это прошлый луи эрар и как бы он никакого отношения к нынешнему положению дел не имеет а если вы хотите что-то вот такое стильное модное молодежное то это уже будет стоить денег ну примерно 2 200 2 200 со скрипом заходит в наш бюджет там 2000 долларов или 200 тысяч рублей примерно поэтому в принципе ну один глаз закроем в принципе здесь мы пролазим поэтому луи эрар 5 секунд вот классные часы ну вот сегодня такое у меня настроение много с циферблатом цвета лосося почему нет ну соответственно там можно еще массу разных вариантов вот в коллекции экселленс найти ну может быть и не стоит сильно здесь останавливаться но их там реально море причем видите лимитки здесь и салоном зербельштейном которого многие очень любят и вот константин чайкин и это в каких-то таких хитрых боксиках там то есть реально соус пошел вообще классные и начали делать очень интересные вещи и мы с масэной у них монопушеры и вот такие всякие веселенькие цвета вот этот фиолетовый виолет очень такой яркий необычный здесь у них деревянный циферблат здесь у нас лапис лазури лазурит здесь у нас малахит ну здесь у нас ошибку выдает там хоррор то есть я вот на это все смотрю регуляторы блин круто то есть реально начинают делать круто здесь гилюше настоящее ну здесь авантюрин классные классные ребята я считаю что к луи эрар нужно вам присмотреться особенно если у вас бюджет до 2-3 тысяч долларов и вы хотите какую-то лимитку какие-то какой-то микро бренд который движется в правильном направлении делает хорошие коллаборации и котируется на вторичном рынке то луи эрар здесь точно стоит посмотреть из таких современных ребят так ну и сегодня у нас завершает парад бренд который уже давно с ним все понятно и он уже и уважаем и его любят и понимают ему не нужно ничего доказывать как луи эрар допустим да или там фурлан мари но я конечно хотел опять влепить свои вот часы в которых я часто хожу это омега констеллейшн с графитовым циферблатом вот с таким вафельным циферблатом и ну я подумал блин ну опять про те же самые часы опять вот этот джель джента опять вот эта вся тема и я и так уже многим настолько наверное надоел про эти часы рассказывать что ко мне периодически люди обращаются я для них достаю такие часы в отличном состоянии и у меня уже там пять шесть человек вот благодаря мне узнали и полюбили эти часы и приобрели эти еще часы да по крайней мере это про то что я знаю вот а сколько про тех кого не знаю но но друзья мои если мы говорим про нео винтаж это стопроцентная одна из лучших идей до двух тысяч долларов там от тысячи триста до тысячи семьсот это феноменальное предложение механизм одиннадцать два ноля нормальная омега констеллейшн прекрасно носится вот до запястья где-то если 17 до семнадцати с половиной вообще будет идеально сидеть и классные часы здесь все сделано на высшем уровне как мы любим и то есть реальную классную омегу можно взять там до двух тысяч но если все-таки мы не будем прыгать опять в мой любимый нео винтаж и чтобы вам не рассказывать бесконечно и вечно про одни и те же часы хотя очень хочется да потому что действительно понимаешь за что здесь деньги что это коллекционная вещь особенно с годами их становится все меньше и меньше в отличном состоянии хорошем и безусловно это будет коллекционная вещица но если говорить что-то более современное близкое давайте сегодня тоже скажу про омегу поделюсь с вами той моделью которая мне нравится это омега девиль престиж более современная тоже графитовый такой серый цифроплат здесь уже тридцать девять и пять миллиметра более современная история малая секунда на девяти часах запас хода между прочим на шести часах очень классно сделан таким в стиле не к ночи будет помянут панерай да то есть именно с такой сэндвич да то есть под ним скажем так есть многоуровневый да и дата но на трех часах то есть здесь накладные метки если мы говорим про девиль престиж то это всегда уже все метки и стрелки это будет белое золото и поэтому здесь все на высшем уровне вот такие часы у них вы знаете для меня это уровень блампа по цене омеги вот что такое омега-де-виль особенно вот это у них даже корпус он абсолютно как у блампа то есть вы знаете что у меня были часы блампа и велере и вот я видел в жизни эти часы видел их корпус держал их в руках абсолютно вот если закрыть логотип это это блампа а блампа если мы берем там ритейлы то они вообще безумные там за 10 тысяч долларов да здесь кстати ритейл если говорим про финансовую часть вопроса тоже не кислый 4 950 долларов 4 950 на вторичном рынке много на хрона предложений около 4 3 900 4 150 и так далее все такие цены но сейчас мы с вами дальше поговорим почему эти часы оказались в этом рейтинге еще раз 39 5 миллиметра здесь у нас калибр 26 27 коаксиальный уже современный 48 часов запас хода и модель вообще шестнадцатого года то есть в принципе достаточно свежая и я думаю что до недавнего времени там в двадцать втором году еще можно было найти в бутике омеги актуальную эту модель поэтому для меня это вы покупаете блампа по цене неовинтажной омеги вот что такое омега девиль то есть это всегда такой престиж это действительно вот не зря это в этом названии дальше уже там ну вот если мы берем девиль у них есть вот это под линейка омега девиль our vision прекрасные часы за свои деньги они были тоже у меня в топе по-моему часов до пяти тысяч долларов если я не ошибаюсь невероятная вообще цена качество то что вы получаете за если вы берете омегу девиль и пока все носятся с симастерами и спидмастерами банальными всем понятными которых многие уже устали кто-то берет вот такие вещи по мне действительно коллекционные которые со временем будут хорошо себя чувствовать и тот кто понимает тот кто хотел бы что-то это меги классическое костюмное не такое навязчивое я думаю что эта модель одна из лучших то что сейчас есть цена-качество на вторичном рынке задняя крышка у нас кстати сплошная здесь у нас бог хронос изображен ну фишка такая тоже омеги девиль из минусов мне даже сложно здесь что-то сказать потому что ну 30 метров водозащиты нельзя здесь в минус 48 часов запас хода возможно да но здесь есть у нас индикатор запаса хода то что не так часто кстати в омеги встречается я считаю это очень приятная такая компоновка здесь не знаю мне очень нравятся эти часы как вам напишите как вам это омега двиль что скажете по этому поводу и еще раз к ценам если вернуться ритейл 4950 вторичка часто 3904 но я лично встречал два предложения на вторичном рынке почему эти часа оказались здесь и даже одно рассматривал для себя по цене 2200 2250 ну вот такие афера вот такие предложения то есть хороший дисконт больше 50 процентов и можно получить омегу современную нормальных размеров на современном коаксиальном механизме которая со временем я думаю что поднаберет в цене я думаю что это достаточно неплохое предложение как вам кажется напишите если опять же вам нужно подсказать где найти или как и что можете мне написать все контакты есть в описании и я там не в теме там просто некуда негде быть в теме но могу вам подсказать где найти хорошие часы действительно я считаю что стоит рассмотреть приобретение вот коллекцию где 2200 тысяч вверх коллекция я считаю что очень неплохо может быть ну а для тех кто любит как и я нео винтаж и все-таки склоняется к чему-то вечному и вообще ищет цена и качество невероятные коэффициенты это конечно омега constellation манхэттен 95 это наверное лучший выбор вообще мне так кажется до 2000 долларов если мы хотим бренд отделка именно браслетник классный циферблат и что-то такое нетривиальное то вот эта вещь для меня вообще не конкуренция но я уже не стал ее опять ставить здесь на последнее место потому что ну постоянно и так про эту модель говорю давайте будем подводить итоги и завершать это видео я и так сегодня много работы и не успел сегодня вам к сожалению записать видео хотел до семи уже выложить но вот буду выкладывать видимо после восьми уже или даже после девяти вечера поэтому сегодня видео появится записываю день в день в четверг но нет не было у меня к сожалению времени пораньше вам сегодня записать надеюсь вы меня за это простите и поставите мне лайк за желание за вот то что при первой возможности стараюсь для вас записать контент дать какую-то полезность все ссылочки все тайм-коды все будет в описании потом переходите смотрите и давайте обсудим в комментариях итак есть ли жизнь на марсе здесь и коллекционные какие-то часы до двух тысяч долларов они есть я этим видео сегодня постарался вам доказать это и конечно мы только верхушку айсберга как-то встряхнули вообще посмотрели если копать искать смотреть что-то в Японии микробренды в Сингапуре еще что-то не знаю у китайцев если посмотреть что-то из России да и так далее и так далее немецкое что-то посмотреть то мы с вами можем там что-то найти до двух тысяч но то что я вот сам за чем слежу то что мне нравится то что как-то цепляет вот я с вами основными там топ-5 топ-7 сегодня поделился то что для меня ближе поэтому есть интересные модели как от именитых брендов таких как Омега Ланджин Сейка так и от микро брендов таких как Луэрар пока что только это микро бренд или Балтик вот мне нравится цена-качество или Фурлан Мари я считаю что это очень хорошие находки до полутора тысяч долларов Коллекционная ценность что что туда вообще относится если кратко сказать это сиюминутная в том числе где-то мода потому что многие сейчас вот те вещи которые я вам показывал они сейчас очень стильные модные молодежные потому что пошла новая волна моды на винтаж они в таком стиле тридцатых пятидесятых в стиле стареньких паток филиппов и поэтому они сейчас заходят потому что они не стоят как пароход да стоят там восемьсот долларов полторы тысячи долларов а при этом стилистически очень похоже на там ранние хронографы от паток филипп к примеру да или там трехстрелочник который сектор над циферблатом и вот они достаточно неплохо себя чувствуют поэтому определенная мода лимитки рынок подходящий сейчас именно который любит винтаж какие-то современные механизмы или вот как у Baltic микроротор за 800 долларов плюс-минус это прекрасный вариант ну или какие-то современные механизмы как у Ланжина допустим да или у Фурлан Мари классный механизм тоже заходит естественно на что и на кого еще обратить внимание тоже напишите в комментариях при вот этом диапазоне где-то 500-800 долларов до 2000 долларов на что вы смотрите что вы можете порекомендовать если мы говорим вот мода лимит какую-то популярность может быть кто-то из журналистов это рекомендует из тех кто там создает эти тренды ну и чтобы это были механические часы не кварц все-таки и что-то интересное по механике напишите если вы можете поделиться открывайте для себя новые часы надеюсь сегодня вы для себя открыли парочку новых моделей часов пишите свое мнение в комментариях давайте делиться давайте общаться и надеюсь что мои видео по-прежнему для вас максимально полезны все на этом еще раз показываю вам это фото с вами был Виталий Сергеенко и я смотрю на часовой мир на это хобби как с с позиции инвестора и трейдера да с большим опытом я смотрю именно ищу какие-то коллекционные вещи ищу редкие вещи ищу вещи которые будут цениться со временем и то что ну я смотрю на часы не как на предмет только который показывает время каждый день да потому что я всегда ношу часы но как на предмет коллекционирования как на предмет искусства и я знаю что это искусство можно найти практически в каждой ценовой категории и уж точно до двух тысяч долларов множество есть вариантов как можно там назвать те или иные часы предметом часового искусства все на этом всем успехов всем хорошего вечера завтра хорошей пятницы много не пьем делаем что-то полезное и интересное для себя и помните друзья мои что сколько бы у вас классных коллекционных часов ни было и как бы они не назывались цейкаланджин омега или фурланмари но самое главное это то время которое они нам показывают поэтому цените время и тратьте его только на самые приятные на самые интересные для вас вещи а чтобы вы экономили свое время я оставляю всегда тайм коды в описании под этим видео поэтому переходите смотрите и на этом все мы с вами увидимся в следующем видео на этом канале всем хорошего вечера всем пока